В Ненецкий округ с начала морской навигации, она в регионе стартовала лишь в середине июня, всему виной большая вода, уже доставили порядка 15 тысяч тонн различного груза. Такие данные озвучило руководство Наринмарского морского торгового порта. Там подвели предварительные итоги за два месяца. За это время полностью обеспечили углем и другими видами топлива 17 населенных пунктов. Все подробности в материале Александры Литковой. Если в начале лета здесь было затишье, связанное с половодием и в целом с поздним началом навигации, то сейчас в морском порту начали наверстывать объемы. С 15 июня уже приняли и разгрузили 17 судов, 7 из которых пришли по морю. Общий грузооборот на сегодняшний день составляет 14,5 тысяч тонн. Это в основном все равно строительные грузы, которые поддерживают программы строительства округа. Это жилье, соцкульпт, естественно продукты, питание и необходимые товары для обеспечения жизнедеятельности округа и его населения. Все причалы АИ в порту 4 сегодня заняты судами. Два пришли из Архангельска, остальные из Беломорска и Варандея. Это морское судно прибыло в регион из Архангельска. На его борту щебень и битум. Материал необходим для строительства новых дорог в Наринмаре. На сегодняшний момент в работе находится 6 кранов. Это стопроцентное количество кранов, которыми мы обладаем. Сегодня в порту обрабатываются 3 морских судна. Это порядка 6 тысяч тонн. Мы обрабатываем вторые сутки. С навалочной груза работаем круглосуточно. День груз до 21.00. Между тем в регионе продолжается кампания по обеспечению окружных сел энергоресурсами. Северный завоз в субъекте начался сразу после прохождения ледохода. В первую очередь груз завезли по малым рекам, пока уровень воды позволял судам пройти к поселениям. Следующий этап – доставка топлива по морю в труднодоступные населенные пункты. В их числе Амдерма, Усть-Кара и Шойна. Всего же в рамках северного завоза в округ будет доставлено порядка 7 тысяч тонн дизельного топлива, 90 тонн различных масел и смазок и 42 тонны бензина. Что касается навигации, то она в регионе продлится до октября. Все это время торговый порт Наринмара будет принимать морские и речные суда. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова